Все чаще приходится читать в интернете отрицательные отзывы, а порой и насмешливые реплики в адрес актрисы Ирины Алфьёровой. Как будто выросла армия сторонников режиссеров Георгия Юнгвальд Хелькевича и Марка Захарова, которые, как известно, на дух не переносили Алфьёрову. Итак, в чем же в первую очередь обвиняют актрису? В отсутствии таланта. При этом у меня сразу возникает вопрос, а почему именно ее? Как будто все остальные осплошь Сары Бернар или Марии Ермоловые. Ирина Алфьёрова создала на экране образы, которые навсегда вошли в нашу культуру и менталитет как олицетворение чарующей женственности, нежной красоты, лучезарной прелести. Я имею в виду Дашу в фильме «Хождение по мукам», Констанцию в «Де Артаньяне» и «Трех мушкетерах», Катю в кинодраме «С любимыми не расставайтесь». Может это и не так много, но каждая ли актриса может таким похвастаться? Ну талант еще ладно, придраться можно. Алфьёрова одаренная актриса, но все же не гениальная. Но есть вещи очевидные, такие как красота. Уж в отсутствии этого дара божьего, казалось бы Алфьёрову трудно упрекнуть. Но нет как раз и упрекают. В последнее время все чаще встречаются мнения о том, что и с красотой у актрисы не все в порядке. Дескать, ничего особенного преувеличили в советские времена ее внешние достоинства. При этом надо быть подслеповатым или вовсе слепым, чтобы не заметить, что в свои лучшие годы Ирина Ивановна была, как говаривали в старину, чудо как хороша, причем не только привлекательностью внешней, но и какой-то внутренней лучезарностью, которая придавала и без того прекрасным чертам дополнительную прелесть. Ирина и сейчас прекрасна в своем осеннем возрасте. Так почему же не все это видят и понимают? Первой причиной я бы назвала самую заурядную обывательскую зависть. Что делать? Всегда были и будут граждане с неудавшейся жизнью, болезненной самооценкой, выбирающие в конкуренты звезд с кино Олимпа. Другая причина посерьезней на мой взгляд, хотя и тоже проста. Как известно, предпочтение поклонников чаще всего на стороне тех кинозвезд, которые с какой-то изюминкой, даже скорее всего с червоточинкой. Именно поэтому в шорт-лист первейших красавиц нашего кино всегда входит весьма себе посредственная Валентина Малявина, знаменитая криминальной страницей своей биографии. Именно поэтому народ венчает названия выдающихся красавиц, известных своей бурной личной жизнью, Светлану Светличную, Наталью Кустинскую, Наталью Фатееву. А Ирина Алфьорова, по мнению некоторых, слишком проста для примы. Совсем не стерва. Скорее страдательный персонаж, вспомнить ее печальную историю брака с Абдуловым, воспитание детей в том числе приемных, 30-летний брак с Сергеем Мартыновым. И никаких громких скандалов и романов. В общем ничего интересного для любителей погорячее. Так настоящие красавицы не живут. Еще одна причина того, что Ирину далеко не все считают красивой, это отсутствие в ее внешности экзотики. У актрисы восточно-славянский типаж, поэтому она так блистательна в фильмах про русскую старину, вспомним осенние колокола, Василия Буслаева, Ермака. В самом деле, какая Ирина Алфьорова красавица со своей спокойной, миловидной внешностью. Нет в ней ни американской напористости, ни английского высокомерия, ни французской лукавой вертлявости, ни азиатской перчинки с потаенной распущенностью. А вы, что об этом думаете, дорогие зрители? Дорогие зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы узнать больше. Надеюсь, что мои ролики не оставят вас равнодушными, благодарю вас за просмотр, жду вас в комментариях. Загляните на огонек.